Так, ну ладно, давайте продолжим дальше. Как уже Марина Дорова сказала, сейчас мы будем с вами рассматривать вопросы лицензионных требований, которые распространяются на деятельность по обороту наркотиков. Говорила, на что направлена государственная политика. Она направлена на установление контроля за оборотом наркотических средств, психотропных и частных прекурсоров, сокращение числа больных и сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Какие органы у нас полномочены? Это МВД. С прошлого года вы знаете, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков у нас перешла в состав МВД в виде управления по контролю за оборотом наркотиков. Также причастны к обороту наркотиков таможенные службы, службы безопасности, Министерство здравоохранения Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, такие как, например, наше Министерство здравоохранения Республики Бурятия. Основной федеральный закон, который прописывает и регулирует отношения в возникающей процессе лицензирования, это 99-й федеральный закон от 4 мая 2011 года, как я уже повторяюсь, он регулирует отношения, которые возникают между органами исполнительной власти федерального уровня или же уровня субъектов Российской Федерации и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в связи с лицензированием отдельных видов деятельности. В каких целях осуществляется лицензирование? Оно осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, а также окружающей среде, объектам культурного наследия, памятникам истории культуры народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства. Так как мы работаем в сфере здравоохранения, я выделила, видите, да, мы в процессе своей работы можем нанести вред правам, жизни или здоровью наших граждан, которые у нас лечатся. Соответственно, все виды деятельности в сфере здравоохранения подлежат обязательному лицензированию. В процессе лицензирования решается следующая задача, но самое главное – это предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, требований, которые установлены нормативно-правовыми актами, и соответствие этим требованиям, соблюдение этих лицензионных требований является обязательным при осуществлении лицензируемого вида деятельности. К лицензируемым видам деятельности относятся те виды, осуществление которых может повлечь нанесение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, обороне и безопасности государства и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензирования. На этом слайде данные понятия, которые применяются в этом законе. Я думаю, самое главное, вы должны знать, что такое лицензия. Лицензия – это разрешение на право осуществления какого-либо вида деятельности. Если что-либо мы с вами осуществляем какой-то вид деятельности, который не прописан лицензией, или же осуществляем работы по новым адресам, то это будет считаться уже безлицензионной деятельностью. Понятия лицензирования даны, понятия соискателей лицензии и лицензиатов. Я думаю, они говорят сами за себя. Соискатель – тот, кто обратился с заявлением о предоставлении или переоформлении лицензии. Лицензиат – тот, кто у нас лицензию уже имеет. Лицензирующие органы у нас представлены двумя уровнями. Это федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В процессе своей работы все должностные лица лицензирующих органов имеют определенные права, обязанности и несут определенную ответственность. Какие имеют права должностные лица? Запрашивайте получать сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и предоставления которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. Право проводить проверки соискателей лицензии и лицензиатов. Право выдавать предписания об устранении нарушений, если они выявлены в ходе проверки. И право применять меры по пресечению административных правонарушений к привлечению виновных лиц к административной ответственности в порядке, предусмотренной законом. Обязанности своевременно в полной мере исполнять полномочия, соблюдать законодательство Российской Федерации, соблюдать в процессе нашей работы права и законные интересы соискателей лицензии и лицензиатов и ответственность за ненадлежащее исполнение или же совершение противоправных действий или бездействия должностные лица несут ответственность в соответствии с законом. Если вы считаете, что должностные лица действуют или бездействуют не так, как положено, в нарушении каких-либо законодательных актов, вы имеете право написать на имя руководителя, в нашем случае это Министерство здравоохранения, свое обращение, которое должно быть рассмотрено в течение 30 дней и должны быть приняты определенные меры в отношении таких должностных лиц. В процессе лицензирования должны в обязательном порядке соблюдаться следующие принципы. Их всего прописано в федеральном законе 7. 7 принципов. Это обеспечение единого экономического пространства на территории всей Российской Федерации, установление единых лицензируемых видов деятельности, установление единого порядка лицензирования, единых перечней лицензионных требований, открытость и доступность информации о лицензировании, недопустимость взимания платы за лицензирование, за исключением оплаты государственной пошлины и соблюдение законности при осуществлении лицензирования. Я думаю, в принципе, вам все понятно, да? По поводу пятого пункта хочу сказать, что, если это касается нашего отдела и нашей сферы деятельности, такого как лицензирование, на сайте Министерства здравоохранения существует у нас раздел, он так и называется, лицензирование. Заходя в этот раздел, вы можете получить всю необходимую информацию по лицензированию. Получить образцы заявлений о предоставлении или переоформлении лицензии. Получить банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины. Так, давайте дальше. Лицензионные требования устанавливаются в положение лицензирования конкретных видов деятельности. Так как этот закон был принят в 2011 году, 4 мая, через полгода вступил в действие, и 4 ноября 2011 года все лицензии у нас признаны бессрочными. При поступлении заявления лицензирующий орган возможны определенные причины для отказа в предоставлении или переоформлении лицензии. Все причины у нас подразделены на три. Ну, такие главные причины. Первое, когда в предоставленных документах выявляются недостоверные или искаженные информации. По этому пункту отказы у нас имели место быть. Почему? Потому что предоставляли ютсажерам копии документов, в том числе о свидетельстве о праве собственности. Был такой случай совсем недавно, когда был предоставлен подложный документ свидетельства о праве собственности, будем так говорить, составленный из нескольких. Так как это была копия, тем не менее она вызвала у нас какое-то сомнение. И в процессе работы в любом случае мы направляем в рамках межведомственных запросов запросы, в том числе и в Росреестр. В процессе проверки было установлено, что это свидетельство о праве собственности было, ну, будем так говорить, сделано из двух или из трех каких-то необходимых для этого лицензиата документов, и оно было подложным. По этой причине, конечно, мы отказали. Недостоверная информация может быть предоставлена в документах, вернее, в основном она касается, когда предоставляются документы на наших специалистов. Все специалисты, которые заявляются для исполнения тех или иных работ и услуг в сфере здравоохранения, в обязательном порядке должны иметь дипломы, действующие сертификаты и все необходимые удостоверения по переподготовке, по первичке, по интернатуре. Это касается, хочу сказать, недостоверной информации. Такие случаи бывают, когда предоставляется недостоверная информация, ну, может быть, и неумышленно, просто по ошибке, по действующим сертификатам. Так, тогда у нас тоже может быть причина для отказа в предоставлении или переоформлении лицензии. И пункт, следующая причина для отказа, когда в ходе выездной проверки выявляется несоответственность соискателям лицензии лицензионным требованиям. По второму пункту у нас были случаи отказа в связи с тем, что, ну, во-первых, сейчас очень жесткие требования предъявляются к обязательному наличию пандуса во всех лечебных, аптечных учреждениях, по наличию пандуса были отказы. И может быть отказ, когда то, что вы заявили, не соответствует порядкам оказания медицинской помощи, стандартам оснащения, то в этом случае мы можем отказать. И третья причина, когда может быть отказано, если в отношении соискателей лицензии имеется решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности. Ну, поясняя этот третий пункт, хочу сказать, что аннулировать ранее выданную лицензию – это процесс очень сложный. Все проходит через суды, арбитражные или районные суды, и наши суды, как правило, встают на сторону тех, кого мы привлекали к административной ответственности, и аннулировать лицензии на сегодняшний день очень сложно. Ну, так информативно для вас, на территории Республики Бурятия несколько лицензиатов, работающих в сфере фармацевтической деятельности, занимались, будем так говорить, возможно, и занимаются сейчас снабжением наркоманов для того, чтобы они в домашних условиях изготавливали дезаморфины. Это в 20-м квартале Архенчеева, на нашем автовокзале «Формомед Мария» и «Формолит не болей». Была на бабушке, но сейчас они переехали. Ну, возможно, еще кто-то занимается такими делами противоправными, но хочу сказать, что на самом деле аннулировать лицензию очень сложно. Единственное, чем заканчивались наши судебные дела, это то, что им назначали штрафные санкции. Если индивидуальный предприниматель, вы знаете, что это было от 3 до 5 тысяч наказания, а на юрлицо 40-50 тысяч. Ну, что такое для них, если это у них однодневная выручка на этих лекарственных препаратов составляла в районе 50 тысяч. Поэтому это все у нас повторялось. Так, давайте дальше. Ну, это просто информативно. Для предоставления лицензии государственная пошлина составляет 7 тысяч 500 рублей. Срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии составляет 45 рабочих дней. В обязательном порядке предоставляются документы на помещение. Заключение МВД о соответствии с помещением установлено требование по укрепленности. Заключение МВД об отсутствии судимости у специалистов и нахождении под следствием. И в обязательном порядке предоставляются справки об отсутствии заболеваний, наркомании, токсикомании, хроническим алкоголизмом. А также, вот здесь вот видите, дипломы, сертификаты и документы, которые подтверждают специальную подготовку по деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Аналогичные документы, я хочу сказать, предоставляются в обязательном порядке и при переоформлении лицензии, но при переоформлении лицензии государственная пошлина бывает разной. Если меняется только наименование или же юридический адрес, либо реорганизуется наше юридическое лицо в форме преобразования, тогда предоставляется заявление о оригинал действующей лицензии, и государственная пошлина составляет всего 750 рублей. Лицензия переоформляется в течение 10 рабочих дней без выезда. Если же меняется адреса, место осуществления деятельности, либо меняется перечень работы услуг, здесь предоставляются документы, я говорю, заявление о оригинал действующей лицензии сдается в лицензирующий орган, потому что взамен получите другую лицензию. Сведения о наличии помещений, оборудования, соответствующих предъявляемым требованиям, о наличии специалистов, тоже соответствующих определенным требованиям, дипломы, сертификаты и удостоверение о прохождении обучения по наркотикам. Если меняются адреса и перечень, государственная пошлина составляет 2500 рублей, и заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней с обязательной проверкой в соответствии с лицензионным требованиям, то есть с обязательным листом. Так, ну это мы все с вами рассматриваем наш федеральный закон о лицензировании. Действие лицензии может быть приостановлено в случае привлечения лицензиата к административной ответственности. Обращаю внимание вот на этот первый пункт. Привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований. Здесь я хочу сказать, что если в процессе проверки контролирующие органы выдают вам предписание об устранении нарушений, вы должны реально оценить, в какой срок вы сможете исправить эти нарушения. Потому что если вы в установленный срок не исполните предписание, повторная проверка это выявит, и посмотрите, какие могут быть санкции. Ну, во-первых, ну, само собой, может быть и штрафные санкции, но могут за собой контролирующие органы написать заявление с требованием о приостановке действия лицензии. Поэтому, когда выдают предписание, обязательно реально оценивайте свои возможности исправления тех нарушений, которые прописываются. Приостановление может быть еще и в случае назначения лицензиата административного наказания в виде приостановки заголовного нарушения. Ну, административное наказание, я хочу пояснить, что здесь речь идет о судебном решении. Если же лицензиат, то есть вы устранили нарушение, вы обязаны, обратите на слово обязаны, да, вот все устранили, вы пишете тонко контролирующий орган, что все вы исправили. Обязаны уведомить в письменной форме об устранении нарушения лицензионных требований. Обязанность, потому что, как правило, наши лицензиаты не пишут, не уведомляют о том, что они все это сделали или не сделали, да. Поэтому обратите внимание, во-первых, на вашу обязанность об информировании и, во-вторых, об определении срока исполнения предписания. И действие лицензии возобновляется по решению лицензирующего органа со дня следующего, за днем истечения срока административного приостановления деятельности, или со дня следующего, за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административной приостановки деятельности по решению суда. Так, давайте дальше. Лицензия, может быть, ну вот уже повторение идет, да. Лицензия у нас аннулируется только по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа. Действие лицензии у нас прекращается по следующим причинам. Когда предоставляется заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности, когда прекращается физическое лицо, прекращает свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, когда юридическое лицо прекращает свою деятельность и четвертый пункт, когда имеется решение суда об аннулировании лицензии. Если это добровольное решение о прекращении деятельности, то в соответствии с законом наши лицензиаты должны не позднее, чем за 15 календарных дней до фактического прекращения лицензируемого вида деятельности, написать заявление о прекращении, которое будет рассмотрено в соответствии с законом трехдневный срок. Давайте дальше. Внеплановые проверки идут уже по другим причинам. Здесь в отношении соискателей только проверяются заявленные виды деятельности. Понятно, да? В отношении лицензиата внеплановые проверки могут проходить по другим причинам. Это истечение срока исполнения предписания, обращение заявления граждан, либо информация из органов государственной власти, или средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензионных требований. В этом случае, я выделила, когда существуют такие заявления или же информация, в обязательном порядке проверка должна согласовываться с органами прокуратуры. Следующая причина для проведения внеплановой проверки – это истечение срока при остановлении лицензии, ходатайство лицензиата, проведение внеплановой проверки при досрочном исполнении предписания и поручение президента или правительства Российской Федерации. Внеплановые проверки в течение прошлого года проводились по заданию правительства Российской Федерации, проверялся минимальный ассортимент наших лечебных и аптечных учреждений всей республики. Еще раз хочу обратить внимание, что все, даже прошедшие в средствах массовой информации, какие-либо печатные издания или же по телевизору, все у нас лечет за собой проверки, которые должны быть согласованы с органами прокуратуры. Ну понятно, что такое документарная проверка, да, что в процессе этой документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах. Те заявления, которые поступают к нам в лицензирующий орган, в обязательном порядке все сведения у нас проверяются посредством направления международных запросов в Роспотребнадзор, в Росреестр, в МВД. Ну то есть все те сведения, которые указаны в заявлении и документах, все у нас проверяется с запросами соответствующие органы, которые выдали эти разрешения. Неплановая проверка. Предметом неплановой выездной проверки является проверка состояния помещений и наличие оборудования для осуществления заявленных видов деятельности и, в обязательном порядке, наличие работников, которые могут выполнять эти заявленные виды работы. Плановые проверки в обязательном порядке согласовываются с органами прокуратуры. Основания для включения в план у нас являются следующей причиной. Из течения одного года, со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии, из течения трех лет, со дня окончания последней плановой проверки, три года относятся к деятельности по обороту наркотиков и психотропных веществ. И в сфере здравоохранения у нас действует постановление 944. Я хочу сказать, что с 2018 года все проверки у нас классифицируются и носят рискоориентированный подход. Рискоориентированный, будем так говорить, определяется риск, который могут нанести наши лицензиаты и в соответствии с этим риском формируются группы. Поэтому для того, чтобы узнать, к какой группе относится ваше лечебное учреждение, можно сделать запрос, тот же самый Росздравнадзор, и в соответствии с этой группой вас имеют право проверять. Если риск очень высок, имеют право проверки, проверки могут проводиться ежегодно. Если там следующая группа, то проверки могут проводиться один раз в течение трех лет. И в более благополучных лечебных или аптечных учреждениях проверки могут проводиться не чаще одного раза в шесть лет. Поэтому для того, чтобы узнать, там критерии очень большие, критерии определения этих групп. Поэтому в своей работе вы, конечно, должны стараться работать, ну мы все, понятно, стараемся работать хорошо, для того, чтобы снизить этот риск. Риск в том числе и для себя, да. Риск проведения проверок. Все проверки этим федеральным законом, вернее, все проверки, говорю, этим федеральным законом, все нарушения у нас делятся на две категории. Первая, когда существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры народов Российской Федерации, а также угроза чрезвычайных ситуаций техногенного характера. И следующая категория грубых нарушений, когда существуют человеческие жертвы, либо причинен тяжкий вред здоровью граждан, или же причинен средней тяжести вред здоровью двух и более граждан. Это то, что касается здравоохранения. Причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба права законным интересам граждан обороны и безопасности государства. Конкретно перечни грубых нарушений устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. Мы перешли уже к конкретному положению, к конкретным законам, которые вносят, вернее, хочу сказать, что какие нарушения будут прописаны уже, мы сейчас с вами рассмотрим немножко дальше, когда рассмотрим положение о лицензировании конкретных видов деятельности. В 2015 году у нас вступил 501 федеральный закон, который внес изменения в федеральный закон номер 3 о наркотических средствах и психотропных веществах. Установлены были новые принципы государственной политики, которые заключаются в доступности наркотических средств, психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских целях. В качестве доступности рассматриваются вопросы отпуска наркотических средств, психотропных веществ в обособленных подразделениях лечебных учреждений. Дальше мы тоже с вами посмотрим. Упросились требования к перевозке НСПВ, в том числе применяемых для медицинских целей, путем исключения требования о наличии обязательной специализированной охраны при каждом случае перевозки. Дальше. Предоставлено право отпуска НСПВ медицинским организациям и обособленным подразделениям медицинских организаций в сельских или удаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Перечень этих организаций, перечень реализуемых наркотических средств, психотропных веществ устанавливается органами исполнителей власти, субъектов, в частности, в нашем Министерстве здравоохранения. Увеличены сроки действия розового бланка с 5 до 15 дней этим 501 федеральным законом. Введена норма о запрете требования возврата использованных первичных упаковок наркотических лекарственных препаратов и психотропных при выписке пациенту новых рецептов для дальнейшего продолжения лечения. Введены понятия. У нас всегда путались, да, что такое реализация, что такое отпуск. Реализация, посмотрите, это продажа или передача НСПВ одним юридическим лицом, другому юридическому лицу для дальнейшего использования. Нас интересует использование медицинских целей. А отпуск – это передача НСПВ в пределах своей организационной структуры, а также физическим лицам для использования медицинских целей. Ну, если главная сестра отпускает в отделение, даже если эти отделения территориально находятся в другом месте, по другому адресу, то в любом случае это отпуск. Реализация – это взаимодействие между юридическими лицами. Понятно, да? Так, 681-е постановление от 30.06.1998 года, оно очень старое у нас, об утверждении перечной наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. К этому постановлению я прошу вас обращаться всегда, когда вы получаете новые лекарственные препараты, для того, чтобы вы могли точно знать, к какому списку относятся лекарственные препараты. Потому что списки, в том числе и наркотических средств, психотропных веществ, периодически у нас меняются. Периодически меняются и дополняются списки прекурсоров. Поэтому при получении новых лекарственных препаратов обратитесь к этому 681-му постановлению, для того, чтобы уже точно знать, к каким спискам будут отнесены эти лекарственные препараты. Вот и основное постановление 22 декабря 2011 года, номер 1085, о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к культивированию наркосодержащих растений. Это постановление устанавливает порядок лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Обращаю внимание, что лицензирование подлежит деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенной в списке 1.3 и также таблицу 1, списка 4, перечня наркотических средств, психотропных веществ. Таблица 1 в списке 4 – это прекурсоры. Лицензирование, как я уже говорила, может осуществляться разными органами. Федеральная служба в сфере здравоохранения лицензирует организации оптовой торговли, деятельность по обороту прекурсоров, внесенных в список 1, деятельность по обороту прекурсоров, таблица 1, списка 4, перечня, деятельность по культивированию наркосодержащих растений и, я выделила, с 3 октября прошлого года Федеральная служба в сфере здравоохранения осуществляет лицензионный контроль и осуществляет полномочия по приостановке, возобновлению и аннулированию лицензии. То есть плановый лицензионный контроль у нас перешел в Росздравнадзор с 3 октября прошлого года. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляет лицензирование деятельности по обороту НСПВ, внесенных в список 1.3, проводит проверки предоставления переоформления лицензии, предоставления дубликатов, прекращения действия лицензии и осуществляет лицензионный контроль в отношении соискателей лицензии и лицензиатов, предоставивших заявление о предоставлении или переоформлении лицензии. В обязательном порядке при осуществлении любого вида деятельности медицинской, фармацевтической или деятельности по обороту наркотиков должны быть помещения и оборудование. Помещения и оборудование должны соответствовать определенным требованиям. Если мы говорим о медицинских организациях и обособленных подразделениях медицинских организаций, которые расположены в сельских населенных пунктах, здесь в обязательном порядке мы требуем наличия у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности. Например, в каком-либо папе. В первую очередь лицензируется медицинская деятельность, а потом уже заявляется деятельность по обороту наркотиков. Под буквой Б к лицензионным требованиям отнесен порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами. Порядок допуска прописан 892 постановлением. При соблюдении в обязательном порядке наши лицензиаты должны соблюдать требования ст. 5 и 10 Федерального закона номер 3. Основным является Федеральный закон номер 3 о наркотических средствах и психотропных веществах. Статья 5. Государственная монополия на культивирование, разработку, распределение, уничтожение, производство, переработку, ввоз, вывоз НСПВ и прекурсоров. Статья 10. Использование в научных, учебных и экспертной деятельности. Под буквой Е, то, что будет относиться в том числе и к нашим медицинским и аптечным организациям, те, кто осуществляет хранение НСПВ, должны соблюдать требования ст. 20 Федерального закона номер 3 и порядок их хранения, установленного постановлением правительства РФ от 31 декабря 2009 года номер 1148. В статье 20 говорится, что хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в порядке, установленном правительством РФ специально оборудованных помещениях при наличии лицензии. Под буквой Ж, при осуществлении перевозки, должны соблюдаться требования ст. 21 Федерального закона номер 3 и порядок перевозки и оформления необходимых документов, которые установлены постановлением правительства РФ 12.06.2008 года номер 449. Статья 21. Право осуществлять перевозку предоставляется юридическим лицам при наличии у них лицензии. При осуществлении отпуска, реализации и распределении наркотических средств и психотропных веществ в обязательном порядке должны соблюдать ст. 23 Федерального закона номер 3 и порядок распределения отпуска и реализации, установленное постановлением правительства РФ 26.07.2010 года номер 558. В ст. 23 говорится, что отпуск, реализация и распределение НСПВ и их прекурсоров должны осуществляться юридическими лицами при наличии лицензии. Под буквой И. При осуществлении отпуска по рецептам должны соблюдать мы требования ст. 25 и 26 Федерального закона номер 3. При уничтожении соблюдать ст. 29 Федерального закона номер 3 и порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ прописан постановлением правительства РФ от 18.06.1999 года номер 647. При обороте прекурсоров должны соблюдаться ст. 30 Федерального закона номер 3. Давайте дальше. Правила, прописанные в ст. 31, должны соблюдаться при использовании лицензиатом наркотических средств и психотропных веществ в списке 2 и 3 в медицинских целях. 31 статья говорит о том, что используются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, зарегистрированные как лекарственные средства Российской Федерации. На НСПВ распространяется все законодательство об обращении лекарственных средств. Не допускается использование НСПВ 2-3 списка индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. И запрещается для лечения наркомании использование наркотических средств, психотропных веществ, несенных во второй список. Далее. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотиков, мы должны соблюдать требования ст. 37 Федерального закона номер 3 и порядок предоставления отчетов, прописанных постановлением 644 от 4 ноября 2006 года. При обороте прекурсоров мы должны соблюдать пункты Ф и пункт Х этого постановления, в которых говорится о предоставлении отчетов и о порядке ведения журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров. Здесь говорится и все прописано ст. 39 Федерального закона номер 3 и постановлением правительства Российской Федерации от 9.06.2010 года номер 419. В 644 постановление, хочу сказать, со вчерашнего дня вступили новые правила. Потом я поясню, 23 ноября уже появились новые правила в 644 постановлении. Там немножко изменилась форма журналов и еще предоставлены некоторые права. Под буквой Ч говорится о том, что специалисты, которые осуществляют определенные виды деятельности, в частности по наркотикам, должны иметь специальную подготовку к сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Под буквой Ш говорится о том, что все допущенные к работам с наркотиками, психотропными, лекарственными препаратами лица должны иметь и подтверждать свою специализацию, повышать не реже одного раза в 5 лет, то есть иметь действующие сертификаты. Под грубым нарушением лицензионных требований понимается невыполнение лицензиатов требований, которые сейчас мы с вами рассмотрели. Это с первого, вернее, с подпункта А-Р и пункт Т и Х. Те, которые не вошли, ну вот, например, ЧАИШ, те, которые не вошли в этот перечень грубых нарушений, являются просто нарушениями, и просто нарушения влекут за собой также привлечение к административной ответственности. Так, следующее постановление. В это постановление у нас уже внесены изменения со вчерашнего дня, хочу сказать. Постановление правительства Российской Федерации 31 декабря 2009 года, номер 1148, о порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ. Этим постановлением устанавливается порядок хранения НСПВ и их прекурсоров. Хранение НСПВ и их прекурсоров должно осуществляться в специально оборудованных помещениях, соответствующих требованиям, установленным постановлением правительства Российской Федерации, номер 1035. Все помещения, в которых хранятся наркотические средства и психотропные вещества, у нас разделяются на четыре категории. Первая категория – это помещения производителей, изготовителей и оптовиков. Вторая категория – это помещения аптечных организаций. В аптечных организациях можно хранить трехмесячный запас, если это город, и если это село, то можно хранить шестимесячный запас наркотических средств, психотропных веществ. Сейчас практически во многих наших районных центрах организуются государственные аптеки. Государственные аптеки в сельской местности, вот еще раз повторяю, должны иметь вторую категорию, во-первых, и в них имеется право хранить шестимесячный запас наркотических средств и психотропных веществ. То есть можно закупить эти лекарственные препараты один раз в полгода и обеспечить свою лечебную сеть. Третья категория – это помещения учреждений здравоохранения и обособленных подразделений медицинских организаций, предназначенные для хранения наркотических средств, психотропных веществ, 15-дневный запас второго списка и месячный запас третьего списка. Раньше тут запасы были меньше намного. Не буду вас просто вводить в заблуждение. Четвертая категория – это помещения учреждений здравоохранения, предназначенные для хранения суточного запаса второго списка и трехдневного запаса третьего списка. Это третья категория. Если у нас организуются государственные аптеки, в государственных аптеках, хочу сказать, что если имеется большой объем лекарственных препаратов, наркотических средств, психотропных веществ, мы можем приобрести 6-месячный запас и хранить там большой объем. А в том месте отпуска, где будут заниматься отпуском, эти помещения у нас должны быть либо четвертой категорией, либо местами временного хранения. К местам временного хранения относятся медицинские укладки, наборы, комплекты для оказания первичной медико-санитарной скорой специализированной медицинской помощи. И по решению руководителя могут быть отнесены посты среднего медицинского персонала. Говоря о четвертой категории и местах временного хранения, хочу сказать, что в этих местах, утром получив лекарственный препарат НСПВ, вечером должны по окончании смены обязательно вернуть место основного хранения наркотические средства и психотропные вещества. И вот здесь вот, вот это уже видите, буквально позавчера вышли новые изменения, что к местам временного хранения относятся укладки, наборы, комплекты для оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной. И вот появилась новая высокотехнологичная скорая и палеоативно-медицинская помощь, в состав которой входят наркотические средства и психотропные вещества. И этим же постановлением, которое вступило со вчерашнего дня, установлено, что в случае отсутствия в населенных пунктах подразделений войск национальной гвардии либо веносценной охраны федеральных органов исполнительной власти и организаций в сфере видения, которых находятся предназначены для хранения наркотических средств помещения, допускается осуществление охраны помещений второй категории частными охранными организациями. Ранее эта норма касалась только сельских населенных пунктов. Понятно, да? Аптеки могут теперь охраняться и чопами. Так, давайте дальше. Помещения второй категории НСПВ хранятся в запирающихся сейфах или металлических шкафах. В третьей и четвертой категории сейфы должны быть обязательно не ниже третьего класса устойчивости к взлому. В местах временного хранения допускается хранение в сейфах не ниже первого класса устойчивости к взлому, либо металлических или изготовленных из других высокопрочных материалов в контейнерах. Так, давайте дальше. Охрана первой и второй категории с вами вчерашним постановлением, что здесь могут быть чопы. Здесь я просто не изменила. Охрана первой категории должна осуществляться в неведомственной охране полиции, организации подведомственным министерством внутренних дел, либо ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти и организации, в ведении которых находятся указанные помещения. Так, по поводу второго помещения, второй категории мы с вами уже посмотрели, что к охране могут быть привлечены и частные охранные организации. Давайте дальше. Охрана помещений третьей и четвертой категории осуществляется путем привлечения либо охранных организаций федерального уровня, либо юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности. По районам у нас очень многие лечебные учреждения привлекают к своей охране и частной охранной организации. Уровень технической оснащенности помещений, виды технических средств охраны, класс устойчивости сейфов к зому – все должно быть прописано в договорах с охранной организацией. После окончания рабочего дня сейфы, металлические шкафы и помещения опечатаются, пломбируются и сдаются под охрану. Не подлежат сдачи под охрану помещения, имеющие круглосуточный режим работы. Ну это посты наши, да, например. Приказом руководителя должны быть назначены лица, ответственные за хранение НСПВ и допущенные к работе с наркотическим средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Устанавливается порядок хранения ключей от сейфов и пломбиров. Это все должно быть прописано в приказе. Список лиц, имеющих право доступа в помещение, утверждается приказом руководителя юридического лица. Обращаю внимание на этот пункт. Очень часто вот этого списка по нашим лечебным учреждениям нет. Обратите внимание, должен быть приказ, что в помещении хранения допускаются определенные лица. Ну это старшие медицинские сестры, главная медицинская сестра и еще кто-либо. Все остальные не имеют права допуска. Ответственность за организацию хранения наркотических средств, психотропных веществ возлагается на руководителя, либо на уполномоченное им должностное лицо. Вы хотя бы, ну кто-то, наверное, возьмет эти, да, на флешке, да, или что, вот эту презентацию для чего? Для того, чтобы вы могли в случае возникновения каких-либо сомнений посмотреть, открыть эти нормативно-правовые акты, почитать более внимательно, потому что у нас время с вами ограничено, да, всего лишь час, чтобы могли сами потом в спокойной обстановке ознакомиться. Приказ от 24.07.2015 года номер 484-Н. Название приказа очень длинное, но суть такова, что этим приказом утверждены специальные требования к условиям хранения, в том числе в медицинских организациях. Во всех медицинских организациях НСПВ для парентерального внутреннего и наружного применения должны храниться раздельно, ну это так и было, да, на отдельных полках или в отдельных отделениях сейфа. То есть эти полки или отделения сейфа, пожалуйста, промаркируйте, что это наружное, внутреннее или еще какое применение. На внутренних сторонах дверец должны быть таблицы высших разовых суточных доз. В медицинских организациях должны быть таблицы противоядий. Почему вы думаете, что у медицинских еще должны быть таблицы противоядий? Потому что мы здесь используем, да, поэтому должны быть таблицы в обязательном порядке противоядий. А то таблицы высших разовых суточных доз повесите и все. Противоядий обязательно. 2. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств в помещениях 4 категории и местах временного хранения осуществляется в сейфах или контейнерах. По истечении рабочего дня наркотические и психотропные лекарственные средства должны быть возвращены на место основного хранения. 3. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры, должно осуществляться в помещениях 1 и 2 категории запирающихся холодильников или специальной зоне для размещения холодильников, отделенной от основного места хранения металлической решеткой, запирающейся решетчатой дверью. 4. Помещения в 3 категории наши холодильники также должны быть отделены от основного места хранения металлической, запирающейся решетчатой дверью. 4. Должны храниться в термоконтейнерах, размещенных в сейфах, в местах временного хранения тоже, в термоконтейнерах, размещенных в сейфах или наоборот в сейфах, которые помещаются в термоконтейнеры. А то у нас был однажды случай, когда в помещении 4 категории тот же самый промедол лежал в термоконтейнере, но термоконтейнер был такого размера, что он не помещался в сейф. Тогда для чего вообще у нас был там сейф, непонятно, да? Если просто он лежал в термоконтейнере, промедол в свободном доступе. 5. Места хранения наркотических и психотропных лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры, должны быть оборудованы приборами учета, и показания должны регистрироваться в журналах. 5. Говоря о журналах, обращаю ваше внимание, что в соответствии с новыми приказами 664Н, который вступил с марта этого года, все показания у нас должны быть зарегистрированы ежедневно, в том числе включая и выходные, и праздничные дни, без всяких пропусков. 6. Обратите внимание, если у вас будут пропуски, то контролирующие органы скажут, что контроля в эти дни за показаниями температуры и влажности никакого не было, и вам могут поставить это в вину. 7. Недоброкачественные наркотические и психотропные лекарственные препараты, также сданные родственниками умерших больных, до списания уничтожения подлежат хранению на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа. 7. Будьте добры, я еще раз хочу сказать, чтобы полочки или отделение все промаркируйте, потому что тоже вам могут потом предъявить это. 8. По перевозке. У нас действует постановление правительства Российской Федерации 12.06.2008 года, номер 449. 9. Также оно у нас периодически обновляется. 9. Говоря о аптечных организациях, говоря о правилах перевозки, вот здесь я выделила, что в обязательном порядке перевозки подлежат охране, если они реализуются организациями оптовой торговли и организациями, которые осуществляют хранение наркотических средств психотропных веществ, предназначенные для ликвидации медико-санитарных последствий для ЧАЭС. 10. Если мы перевозим вот такое вот огромное количество, у нас же тоже в каждом лечебном учреждении существует для чрезвычайной ситуации определенный неснижаемый минимум. 11. Если мы обновляем этот неснижаемый минимум, в обязательном порядке мы должны при перевозке обеспечить охрану. 12. Во всех остальных случаях решение о необходимости обеспечения охраны принимается руководителем юридического лица. 13. Если мы каждую неделю ездим в аптеку там за своими пятью ампулами, тогда решение на основании приказа нашего главного врача. А если же мы перевозим, допустим, 200, 300 или еще сколько-то ампул, конечно, мы должны обеспечить охрану. 14. Перевозка осуществляется любыми видами транспорта в соответствии с лицензией, которая предоставляет право на их перевозку. 15. Юридическое лицо, которое осуществляет перевозку, осуществляет их охрану. 16. При этом оно должно иметь лицензию на негосударственную или частную охранную деятельность, и в случае ее отсутствия перевозки могут привлекаться следующие подразделения вне ведомственной охраны, ведомственной охраны и юридического лица, имеющего лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 16. Юридическое лицо осуществляет перевозку на основании договора перевозки, договора поставки, либо договора передачи на уничтожение. 17. Без договора можно обеспечить свои структурные подразделения. 17. Я уже, видите, тороплюсь, потому что время. 18. Это говорили вам, да? 18. Ну давайте дальше. Я хочу сказать, что говоря о перевозке, в каждом лечебно-профилактическом учреждении должна быть инструкция по перевозке. В инструкции вы должны отразить весь алгоритм действия персонала при осуществлении перевозки. Наличие инструкции обязательно, те, кто это осуществляет. При перевозке. Так, это вы говорили те, что вам говорили, да? Давайте дальше. 664-е постановление от 4 ноября 2006 года о порядке предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом НСПВ и регистрации операций, связанных с оборотом НСПВ. До 15 февраля мы составляем отчеты и подаем в МВД. Это вы все прекрасно знаете, да? Были случаи, когда отчеты подавались и 16 февраля, и 20 февраля. В этом случае будет являться нарушением. Только до 15 февраля. Сразу с начала года направляйте все отчеты в МВД. Так, 419-е постановление. Ну, эти два постановления рассматриваются, я рассматриваю одновременно, потому что отчеты по 419-му постановлению вы тоже предоставляете до 15 февраля. В 419-м постановлении форма журнала не изменилась. А вот это, так, подождите. Ну, еще раз я повторяю. Ну, это вы знаете прекрасно, разброшуровано, пронумеровано, да? Скреплены подписью и печатью. Регистрация идет сквозная у нас. На каждом раздельном листе журнала регистрации операций. Приказом назначается лица ответственных заведений и хранения журнала. Приказом назначается лица, осуществляющие контроль заведениями и хранения журнала. Записи проводятся в хронологическом порядке, не реже одного раза в течение дня совершения операций. Нумерация порядки возрастания номеров. Если одного журнальчика не хватило, значит, мы продолжаем в следующем журнале, продолжая нумерацию. Так, дальше. Исправление заверяется подписью ответственного лица. Ну, вот это у нас почему-то никак не может прижиться. Достаточно часто приезжают, там, замазали замазкой и все. На самом деле никаких замазок. Зачеркиваем, пишем рядышком, да? Копия верна, исправленному верить подпись материально ответственного лица и фамилия. Документы их копии подшиваются в отдельную папку, которая хранится в соответствующем журнале регистрации операций. Не использованы в текущем календарном году, должны быть все прочеркнуты. Обязательно проводится инвентаризация, о чем делается отметка в журнале. Говоря о том, что все должны быть прочеркнуты листочки, если из 100 листочков вы использовали всего лишь 2 листа, то все остальные 98 должны быть у нас прочеркнуты и не использоваться в следующем году. Журналы хранятся в течение 5 лет. И вот совершенно новое. Вот это запишите, пожалуйста. Он у нас с 1 января 2018 года. 1353 постановление, которое у нас внесло изменения. Журналы могут быть, видите, тут написано, да, что журналы регистрации могут быть оформлены либо на бумажном носителе, как сегодня, либо можем, имеем право, ввести его уже в электронной форме. И форма журнала у нас подверглась изменению. С 1 января у вас должны быть новые журналы. Уже сказали, да? Ну хорошо. Давайте дальше. Так, ну по инвентаризации не буду. 558-892. Тут прямо уже почти полпятого, да? Так, 558-е. По 558-м постановлению 26.07.10 года о порядке распределения отпуска реализации НСПВ. Юридические лица получают в установленных для них размерах конкретные наркотические средства и психотропные вещества. Конкретные. 892-е постановление по правилам допуска к работе с НСПВ. Почему я говорю об этом? Потому что это является лицензионными требованиями. Да, безусловными причем. 892-е постановление о утверждении правил допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. Обращаю внимание на 892-е постановление, что мы можем допустить к работам наших сотрудников только в случае наличия всех документов. Это справки наркодиспансера, заключение МВД, документов о прохождении обучения по наркотикам только в этом случае. Почему я говорю, чтобы обратили на это 892-е постановление внимание? Потому что если мы принимаем сегодня на работу хирурга, то, конечно, завтра он встанет уже к операционному столу. Поэтому кадровая служба должна работать очень оперативно. Когда только начинается прием, сразу должны, во-первых, человека нужно направить наркодиспансер, и, во-вторых, сразу направить запросы в МВД, чтобы установить, есть ли судимость или находится ли этот человек, которого мы хотим принять на работу под следствием. Только при наличии всех разрешительных документов мы уже можем допустить этого человека к работе с наркотиками. И все обязательства юридического лица и допущенного лица в обязательном порядке должны быть прописаны в должностных инструкциях и в трудовых договорах. Так, 330-й мы не будем, это очень давние наши по уничтожению, думаю, тоже вам Марина Эдуардовна сказала, да? Так, 78-мое постановление. Хотя оно вступило уже 4 года назад, хочу сказать, что до сих пор в наших районах встречаются случаи, когда тот же самый Реладорм у нас, Реланиум вернее, находился на ФАПе. Это было совершенно недавно. Поэтому 3 года спустя таких случаев у нас не должно быть. Этим 78-м постановлением 3-й список у нас дополнен 21 номинованием. Почему я всегда говорю, обращайтесь к 3-му списку, если у вас имеется сомнение, да? К какому списку относится тот или иной лекарственный препарат, который вы используете. К 681-м постановлению. Обращаясь, вот это уже не о наркотиках, но тем не менее, это уже из практики, хочу подсказать, что Обратите внимание на этот приказ Министерства взрослых ранений Российской Федерации 22 апреля 2014 года, номер 183-Н. В этом приказе говорится о тех лекарственных препаратах и утверждается перечень, которые подлежат предметно-количественному учету. В первом разделе это наркотические средства, психотропные вещества. Здесь идет речь о марганцовке, вот он, перманганат калия, да? В месяц он учитывается в упрощенном виде. По марганцовке я хочу сказать, что даже если эта марганцовка находится у нас в аптечках, в обязательном порядке она должна учитываться. Что эти два санти, которые вы получили из аптек, когда получили, когда сдали, передали на уничтожение, все должно быть у вас записано в обязательном порядке. Дальше. Второй раздел. Теренодействующие ядовитые. Третий раздел. Это комбинированные лекарственные препараты, которые содержат, кроме малых количеств НСПВ и их прикурсуров, другие фармакологически активные вещества и подлежат отпуску на рецептах формы 148.1.0.88. В этом третьем разделе речь идет и о КДИН, содержащих лекарственных препаратах. Так, говоря об этом 183 МН приказе, хочу сказать, что тот же самый спирт, который хранится в наших аптечках, он также должен подвергаться предметно-количественному учету. А то очень достаточно часто хочу сказать, наши спирты, которые лежат в аптечках, нигде ничего не учитывается. Так, видите, какая большая лекция, приходится уже все пропускать, да? Так, 378 МН. Ну, в дополнение к тому 183 МН приказу, есть у нас вот этот приказ от 2013 года, 17.06, номер 378 Н. Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. В этом 378 приказе в приложениях рассмотрены правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств, формы журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. Тот же самый спирт. Обращаю ваше внимание, вот опять, на те ошибки, которые встречаются и допускаются нашими сотрудниками, что в этом 378 МН приказе формы журналов разные для оптовиков, аптечных организаций и медицинских организаций. Достаточно часто встречается, что наши сотрудники увидят любой там журнал и заводят такой журнал. Хотя для медицинских организаций, он так и называется, журнал для медицинских организаций, приложение номер 3 к этим правилам. Вот здесь номинование медицинской организации. Эти все формы журнала, они разные. Видите, для производителей оптовиков одна форма журнала, для аптечных организаций другая, и для медицинских организаций третья форма журнала. Поэтому в соответствии с 378 приказом, пожалуйста, заводите соответствующие журналы. Так, давайте дальше. Так, хочу сказать, что с 10 сентября 2015 года были внесены изменения, ну, во-первых, тут здесь у нас стоит спирт, но самое главное, четвёртый раздел, иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учёту. Те же самые прегаболин, лекарственные препараты, лирико, тропикамид, циклопенталаты, все они теперь подлежат предметно-количественному учёту и должны отпускаться на рецептурных бланках 148.1.088. Я это почему написала? Потому что достаточно часто вот эти лекарственные препараты, глазные капельки, у нас не учитываются. Если вы отдали его в работу, тому же самому офтальмологу, хотя бы должны быть какие-то отметочки, что вы отдали этот циклопенталат в работу, да, для использования. Так, этот приказ мы с вами не будем рассматривать. Так, ну я слышала, что Марина Эдуардовна по этому 681 приказу, не постановлению, а приказу от 7 сентября 2016 года, 681 Н, тоже говорила о том, что кроме фармацевтических работников, право отпуска предоставлено и медицинским работникам. Раньше у нас этого не было. Этот приказ даёт право заниматься отпуском в наших обособленных подразделениях, медицинских организациях, на наших ФАПах, врачебных амбулаториях, участковых больницах. И вы же знаете, да, что у нас по Республике Бурятия существует приказ, в соответствии с которым мы развиваем сеть отпуска наркотических средств, психотропных веществ. В этом году, в 2016 году, у нас стоит Акинская больница и Мухаршибирская ЦРБ. Поэтому, ну пока ещё никто к нам не подал заявление о предоставлении лицензии на эти виды работ в Мухаршибирском районе или же в Оке, но в этом году они должны быть пролицензированы, так же, как на следующий год уже другие районы. Так, давайте дальше. Ну уже спасибо за внимание. Видите, как я так торопилась. Давайте лучше так, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Я хочу сказать, что в обязательном порядке при возникновении вопроса звоните нам в первую очередь. Мы вас всегда проконсультируем, подскажем, как правильно оформить то же самое заключение МВД и те же самые справки наркодиспансера, потому что очень часто возникают вопросы по этим справкам. Да, можно, а то видите, как торопилась, что половин пропустил. Так, давайте-ка, 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 да-да-да, что?